Казахи – один из самых многочисленных этносов, проживающих сегодня в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Многие его представители по-прежнему занимаются разведением лошадей, а кони, как известно, базовый культурный пласт этой кочевой народности. Китай внес казахскую верховую езду в список нематериального культурного наследия страны. Наездник из синьцзяньского города Карамай, Алибетти Халиора, говорит, что ежегодные конные скачки с одной стороны приносят прибыль, а с другой помогают распространять казахскую культуру. В интернете какие-то недоброжелатели пишут, что Синьцзян якобы занимается культурным геноцидом. Это полная ерунда. Традиционные конные скачки привлекают множество туристов со всей страны. У местных жителей появились деньги, они очень рады и еще активнее хотят разводить лошадей и участвовать в соревнованиях. Еще один популярный местный вид спорта – даурбако, который напоминает хоккей на траве. Жительница Синьцзяна с гордостью показывает почетную грамоту и медаль своего сына за участие в этом традиционном состязании вместе со своей школьной командой. Кроме того, в регионе развивается соревновательный спорт. Например, борец Валихан Сайлике, который завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио, является синьцзянским этническим казахом. Его тренер Пархатти активно продвигает борьбу, и местные ребята добиваются хороших результатов. В целях поддержки и развития физкультуры среди этнических меньшинств каждые четыре года проводится традиционный спортивный совет меньшинств. Талантливые представители всех малых народностей всегда имели шанс на отборы и обучение. Мы направили многих спортсменов в национальную сборную по борьбе. Сейчас в сборной Китая по борьбе восемь спортсменов из Синьцзяна. Хорошо представлены в Синьцзяне и акробатические виды спорта, включая трапецию и дарваз, так в регионе называют ходьбу по канату. Гюхель Зеитин вспоминает свои выступления как самые яркие моменты в жизни. С сентября 2007 года мы с товарищами по команде отправились в Гуанчжоу для участия в восьмых национальных традиционных играх этнических меньшинств. Во время соревнований мы выполняли сложные элементы на обручах в воздухе. По словам синьцзянских чиновников, Главное управление спорта Китая за последние 10 лет вложило более 150 миллионов долларов в поддержку развития спорта в регионе.